Системный блок физически представляет собой шасси, которое наполнено аппаратным обеспечением для создания компьютера. Функционально представляет собой основу для создания и дальнейшего расширения вычислительной системы. Содержимое системного блока в значительной степени зависит от вычислительной системы в целом, ее задач, цели и форм-фактора. В случае рационального использования системный блок в большей степени соответствует потребностям вычислительной системы. В зависимости от вычислительной системы в системном блоке могут находиться различные компоненты аппаратного обеспечения. Вычислительный блок в виде главной системной материнской платы с установленным на ней процессором ОЗУ. В материнскую плату могут быть установлены карты расширения в случае крупного размера имеющие специальные средства крепления внутри шасси. Также в шасси могут быть установлены блок питания. Кроме того, в конструкции шасси предусмотрены стандартизированные очки РУСК. Для периферийных устройств, заполняемые в частности накопителями, жестким диском SSD, оптическим приводом, кардридером ИТП, Фронтальная панель корпуса компьютера может быть оборудована кнопками включения и перезагрузки, индикаторами питания и накопителей, гнездами для подключения наушников и микрофона, интерфейсами передачи данных. В случае использования в составе сот- или вычислительного кластера монтируемого в стойку, устанавливаются средства телеметрического управления и контроля. В основном, содержимое системного блока монтируется при помощи специально разработанных крепожных элементов РУСК. Передняя панель системного блока ПК, как правило, содержит две кнопки, Power используется для включения компьютера. Reset используется при необходимости экстренной перезагрузки компьютера, если он завис. Также на передней панели можно найти такие элементы, индикаторы свето-диоды и лампочки, отображающие работу ПК, индикация работы компьютера, индикация состояния жесткого диска. Дисководы и оптические накопители – это устройства, предназначенные для работы с такими носителями информации, как дискеты и оптические диски. Разъемы предназначены для подключения некоторых внешних устройств. Чаще всего это разъемы USB, а также гнезда для подключения наушников и микрофона, типы корпусов для системных блоков. Корпус, защищающий внутренние компоненты компьютера от внешнего воздействия и механических повреждений, поддерживающий необходимый температурный режим внутри, экранирующий создаваемое внутренними компонентами электромагнитное излучение. Может быть представлен различными по форме и пропорциям стандартными шасси – горизонтальный, дисктоп-футпринт, слимлайн, ултра-слимлайн, вертикальный, мини-тоуэр, миди-тауэр, биг-тауэр, суперфул-тауэр. Для установки в стойку высота корпуса выбирается исходя из стоечной единицы измерения. Шасси для системных блоков массово изготавливают заводским способом с деталей на основе стали, алюминия и пластика. Для самобытной отделки энтузиасты широко используют такие материалы, как древесина или органическое стекло, заглушка в корпусе, закрывающая разъемы на задней кромке материнской платы. В материнских платах форм-фактора IT для расширения возможностей использовали устанавливаемые в слоты расширения карты расширения. В те же времена плата контролеров дополнительных интерфейсов, которые в современных материнских платах интегрируются на плату, выполнялись в виде отдельных плат устанавливаемых в шину расширения, например Виобус. В корпусе для такой системы дополнительные разъемы для подключения кабелями внешних устройств. Монтировались либо в специальных прорезях в корпусе, либо крепились на специальных колодках, которые иногда входили в состав платы или периферийного устройства. Металлическая заглушка в задней части корпуса позволила производителям при встраивании в материнскую плату интерфейсных устройств и достаточно свободно манипулировать с расположением их разъемов. Не согласовывая положение разъемов с производителями корпусов, единственным требованием к заглушке являются внешние геометрические размеры. Ширина 158,75 плюс-минус 2 миллиметра, высота 44,45 плюс-минус 2 миллиметра, толщина в пределах от 0,94 до 1,32 миллиметра, скругление панели не более 0,99 миллиметра. Однако имеется некий стандарт на расположении основных разъемов. Первое такое решение появилось после начала использования форм-фактора ATX в корпусах нового форм-фактора в комбинированных корпусах, которые позволяли устанавливать платы или нового формата или устаревшего AT. В таких системах заглушка, закрывающая материнскую плату формата AT. Баби AT закрывала проем в корпусе за исключением выреза под клавиатуру. Основными на тыльной стороне корпуса разъемами являются PS2 разъем для подключения клавиатуры и мыши. Также может встречаться универсальный разъем, вертикально разделенный двумя цветами. Однако прослеживается тенденция замены этого разъема в более современном USB. Но на бюджетных и среднеценовых платах этот разъем по-прежнему встречается. 3,5 мм разъема встроенной звуковой платы, их которых основные. Линейный выход, линейный вход, микрофонный вход. От 4 до 8 USB разъемов парами. Разъем для подключения к местной сети. Также могут присутствовать разъемы параллельного коммуникационного порта 1 или 2 последовательных разъема. Игрового разъема для подключения джойстика или музыкального синтезатора. Цифровых аудиовыходов выхода встроенного видеоадаптера, или LVDS интерфас. В этом случае разъем находится на месте одного из последовательных разъемов. Второй разъем встроенных сетевых карт, интерфейс AI-1394, и SATA для Wi-Fi антенны, а также кнопка быстрого сброса BIOS. Интересные факты. Для привлечения внимания к проблемам защиты окружающей среды придуман корпус из гофрокартона.